Первая суббота октября. Мотоциклисты со всего Приморского края собрались в центре города. Кто-то из байк-клубов, кто-то сам по себе. Традицию открывать и закрывать сезон с 97-го года возродили представители Владивостокского мотоциклетного движения. Данный праздник практически в календаре является последним на колесах, хотя погода еще позволяет нам кататься практически целый месяц. Но грустный праздник, закрытие сезона, как-никак, он предвещает все то, что в ближайшем будущем будет называться зимой. Железные тигры, дети ветра, русские самураи и многие другие байкерские клубы по интересам составляли большую часть участников мероприятия. Традиционно в байк-движении существует разделение. С одной стороны любители классики, туристов, чопперов. С другой стоящие от них особняком фанаты спортивных мотоциклов. Первые разъезжают на хромированных и громоздких монстрах, вторые предпочитают комфорту, скорость. Вместе они катаются редко, но на закрытии сезона все равны. Сейчас все едины, можно так сказать. А вообще, как бы по своей культуре, по манере езды, что ли, наверное, так сказать, по образу жизни даже, немного отличаются люди. Каждый любит свое. Для большинства байкеров мотоцикл становится буквально частью своего владельца и в некотором роде смыслом жизни. Некоторые приехали на закрытие сезона, чтобы приятно провести время и увидеть старых друзей. Другие, чтобы продемонстрировать мощь и красоту своего байка. Байкеры-старожилы, которые отмечают открытие и закрытие сезонов чуть ли не с самого начала мотоциклетного движения в Приморье, отмечают, что с каждым годом в их полку лишь прибавляется, а их железные монстры становятся все дороже и более приспособленными к дальним путешествиям. Люди ездят, ездят и хотят далеко, и, соответственно, я смотрю, то есть пошла такая тенденция покупать более как бы мотоциклы, приспособленные к дальним поездкам. То есть они появились, то есть это с сумками мотоциклы, с кофрами, то есть боковыми, более объемные. Атмосфера встречи в центре города была довольно непринужденной и расслабленной. Однако ровно через два часа, как и планировали, все мотоциклисты централизованно выстроились в огромную мотоколонну и двинулись по ставшему традиционным маршруту в сторону Шамары. Там байкеры продолжили гуляние, с удовольствием обменивались опытом и впечатлениями и, конечно, предвкушали начало следующего сезона. Евгений Черемухин, Василий Косилов, Новости на Восьмом.